Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день. В эфире сухой остаток на Финам.ФМ. Время поговорить о текущей ситуации на финансовых рынках. Хотя я поймал себя на мысли, конечно, лучше поговорить о погоде. Она бьет рекорды. Там восходящий, ярко выраженный восходящий тренд. Человек, к сожалению, не наблюдается и даже не только на наших рынках, но и на американском. Ну да ладно, сейчас мы об этом и посудачим. Поговорим об этом в прямом эфире. Сегодня в гостях Гильды Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка. Добрый день, Гильды. Добрый день. И Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, для вас телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Тему сегодняшнего эфира мы так обозначили в двух словах. Дивидентные истории отыграны. Есть ли новые инвестидеи? В основном дивидентные истории отыграны. Кстати, реакция примерно такая, какая и обычно бывает. Прежде чем начнем разговор, я традиционно картину маслом нарисую. Итак, что происходит 15.05 в Москве, что происходит на финансовых площадках на этот момент. Закрытие вчерашней американские рынки, ну, я бы так сказал, практически в нулевой динамике. Хотя S&P сделал, да, уже перехай, но закрылся чуть ниже. Закрылся в районе 1633, было 1635 на графике, я смотрю. Dow Jones сказал отрицательную динамику, но тоже небольшую. Закрылся на 0,1% ниже цены предыдущего открытия. Ну и NASDAQ также практически в нулях закрылся, показав динамику нейтральную. Значит, сейчас торгуется Европа в слабом минусе, ну и наши ребята падают под, видимо, тяжестью тех товарищей, которые, да, успешно трапортовали. Значит, индекс РТС теряет почти процент 0,8% в моменте, 1410 его котировка, ММВБ примерно так же, 0,7%, 1405 его текущий курс. Надо сказать об Азии, да, еще извините, Азия закрылась сегодня в минусе, более глубоко упал Шанхай, больше чем на процент. Ну и Nikkei 225 тоже практически в нулях стоял, но, видимо, устал расти, что, кстати, и показывает динамика пары доллар-иена. Смотрим на сырье и на Forex. Бренд чуть ниже, точнее, давайте так, в районе 102 долларов за баррель. Ну, в общем, более-менее стабильно держится этот сорт нефти. Золото 1426 торгуется, евро-доллар никак не определится с направлением. Сейчас вновь началось снижение и находится ниже отметки 1,30, 1,2961. Доллар-иена, еще раз повторю, четырехлетний, да, максимум протестировал несколько дней назад в районе 101,80. Ну и вот пока еще размышляет, как жить дальше. И основной набор голубых фишек сегодня в основном отрицательной территории. Лидеры падения, да, вчерашние, как мы уже говорили, компании, закрывшие реестры. Это «Газпром», лидер падения 4% ВТБ, 3% Лукойл, 1,5% МТС, почти 2%, 2% Северсталь. Вот, наверное, на это стоит обратить внимание. Лучший рынок «Росгидро» держится сегодня, почти 2% прибавляет. И по полпроцента «Роснефть» и «НЛМК». Ну что ж, вот такова картина масла. Не знаю, традиционно опять произнести полная неопределенность на нашем рынке. Или все-таки есть какая-то, Миша, может, есть все-таки какая-то определенность? Вниз пойдем давайте, хотя бы все дружно. Определенность есть. Определенность как раз заключается в том, что полная неопределенность на нашем рынке продолжается в течение... Это определенно можно заявить, да? ...большого количества времени, и, собственно говоря, ничего не меняется. Мы видим, что на протяжении этого года была попытка в начале года роста, и на текущие последние, наверное, полтора-два месяца мы видим, что все эти попытки быстро же сошли на нет, как всегда бывает на российском фондовом рынке. Ну, ничего не меняется, каких-то позитивных новостей их нет. Что я имею в виду с точки зрения позитивных новостей, это прежде всего внутренние позитивные новости. Потому что именно на внутренних негативных новостях российский фондовый рынок торгуется слабее других и, собственно говоря, падает. Потому что мы видим, что внешние положительные новости нашему фондовому рынку, они совершенно не помогают. И поэтому я бы, наверное, так сказал, учитывая, что у нас DAX, Nikkei торгуются на 4-5-летних максимумах, что у нас Dow Jones, SP американские преодолевают каждый день новый исторический максимум. Понятно, что коррекция там не за горами, и, на мой взгляд, она может наступить после экспирации опционов, которые там произойдет. 17 мая, да? Да, это у нас буквально на этой неделе, в конце этой недели. И поэтому, собственно, после этого мы можем медленно начать снижаться. Если начнет снижаться там, то мы начнем снижаться с удвоенной энергией. Веселее, потому что заждались, наверное, да? Михаил, огромное спасибо. Кстати, я, Миша, напомнил, уважаемые слушатели, 17 мая действительно экспирация контрактов американских, да, американских прежде всего. И под это дело, естественно, может быть какая-то идея, ну вот может быть даже связанная с коррекцией. Но, тем не менее, если вернуться к идеям отечественного рынка, ну, наверное, стоит, да, стоит, не стоит о дивидендных историях-то говорить, уже, в принципе, поезд ушел. Ну, по сути дела, да, поезд уже ушел. Такие интересные дивидендные истории, как Норильский никель, где доходность доходила до 8%, они уже, по сути дела, сошли на нет. Какие-то остались неликвидные бумаги, но, как показывает практика, в любом случае, такой итоговый результат этой сделки, если вы хотите сесть на бумагу уже сейчас и под дивидендную историю, то у вас все равно будет результат в лучшем случае ноль. То есть вы покупаете бумагу с дивидендами, на следующий день она торгуется в минус уровень дивидендных выплат. То есть, если думать о каких-то дивидендных историях, то об этом обычные инвесторы вспоминают в четвертом квартале и формируют позиции по дивидендной истории уже там. Если говорить про общие такие прогнозы по российскому рынку, то я пока не вижу никаких поддерживающих оптимизм факторов. И, на мой взгляд, то, что творится, к примеру, в США, когда индекс обновляет исторические максимумы, нас никаким образом не касается. Хотя еще несколько лет назад можно было говорить, о, американский рынок растут, давайте мы тоже. Давайте мы за ним, конечно. Да, здесь совершенно уже обратная ситуация. Мы видим, что когда развивающиеся рынки показывают не очень хорошие данные по притоку капитала, хотя минувшая неделя для российского рынка впервые за 9 недель была позитивна, был приток капитала. Но, в целом, все инвесторы предпочитают развитые рынки. И если там ситуация улучшается, то они лишь ускоряют бег туда. То есть, альтернативы особой нет? Не, ну, если говорить не то, что об альтернативах, здесь, опять же, риск доходности. В США риски меньше, а доходности больше. Достаточно, например, привести, что СНП в 2012 году вырос в два раза больше, чем индекс ММВБ. Я понял. Хорошо. Ну, и вновь, если вернуться к событиям в России, 15 мая, ну, тоже, по сути, на это сегодня 14, завтра, завтра заседание ЦБ Российской Федерации. Если можно, Миш, два слова. Что ты ждешь? Ждешь ли там каких-то изменений? И в связи с этим, может быть, какая-то... Я с удовольствием бы ждал изменений, но почему-то чувствую, что изменений, скорее всего, не произойдет, не хочет ЦБ. Все, ЦБ борется у нас с мифической инфляцией. Как я не раз говорил, что государство борется с государством. Потому что не забывайте, что госмонополии эту инфляцию создают, поэтому абсурдная ситуация совершенно. Я думаю, что вполне возможно, на этом заседании ничего не произойдет. Если произойдет, это будет здорово. Но думаю, что нет. Скорее всего, это произойдет уже с новым главой Набибулиной. И, наверное, это будет уже в июне. Но в июне они, скорее всего, точно должны снижать ставку, потому что вот эта, как я говорил, мифическая борьба с инфляцией, она просто ни к чему хорошему, как мы видим, последние экономические данные не привело. Уже не привела. Гильды, ты... Ну да, здесь можно добавить, действительно, с марта уже начали ходить слухи о том, что действительно ставку нужно понижать. Рынк, в принципе, был настроен до тех пор, пока в конце апреля не были опубликованы данные по инфляции. Они оказались больше ожиданий, она несколько ускорилась. Соответственно, это существенно понизило ожидания рынка по поводу ближайшего сокращения ставок. Ну, я действительно согласен с Михаилом, что уже, мне кажется, на какие-то действия ЦБ пойдет лишь уже летом. Я понял. Хорошо. Смотрите, еще, ну, буквально давайте два слова. У нас осталось до новостей. Ну, в связи с тем, да, что мы начали обсуждать ожидания по изменению процентной ставки. Как будет выглядеть рубль вот на этом фоне, на фоне того, что близится налоговый период. И интересно, я сегодня прочел историю рекомендации Морган Стэнли продавать российский рубль против бивалютной корзины, причем с приличной целью, там, в районе 36 с полтиной. К рублю. К рублю, да. Ну, доллар к рублю. Да, да. А, ну, я не думаю, что такой уровень. Не, нет, бивалютная корзина. А, бивалютная. А, нет, ну, бивалютная это вполне возможно. Я думаю, что доллар вполне возможно при действиях ЦБ уйдет в район 33 рублей. Думаю, скорее всего, вот в районе 33 рублей, 32-33. Вот будет торговаться в этом диапазоне, и вот там вот как раз будет ждать поддержка определенная. Это если нет, не будет какого-то плохого сценария с нефтью. С нефтью, да, да. Это мы говорим, если вот эта история, да, ожидания снижения процентной ставки как раз сработает. Да, да, сработает. Ну, я думаю, что там поддержка от ЦБ будет, поэтому уровень будет в районе 33 рублей. Ну, и опять-таки мы говорим о том, что изменить процентную ставку могут в июне. Ну, скорее всего, да, завтра. Вряд ли в июне. У нас осталось там еще до июня, слава богу, месяц. Вот в этот месяц рубль будет стабилен, как вы думаете? Я думаю, что он будет как раз вот потихонечку-потихонечку снижаться. Снижаться, да? По отношению, да, к доллару. То есть сейчас вот его, грубо говоря, диапазон 31,80, 31,20-31,80, да, к верхней границе. Я понял, хорошо, спасибо. Сейчас у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Гильды Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка, и Михаил Молодов, директор департамента торговых операций, институтной компании Максвилл Капитал. Кстати, Миш, все-таки ты, как директор департамента торговых операций, наверное, озабочен сейчас больше, чем Гильды, да? Он же просто, ну не просто, конечно, но он аналитик, а ты человек, который кнопки нажимает, а нажимать нечего практически. Я уже давно озабочен, и поэтому меня, конечно, все и смущает, что, к сожалению, фондовый рынок пока находится российский в плачевном состоянии, и вот это пока Т плюс 2, это, в принципе, это, конечно же, хорошая идея. То есть выход, по крайней мере, да? Это какой-то выход. Понятно, что это сделано, наверное, под нажимом нерезидентов, потому что им так удобно торговать. Ну, тем не менее, Т плюс 2, это некий выход, наверное, для брокеров, но мы видим, что даже с введением Т плюс 2 объема торгов, они, собственно, и не увеличились. Это говорит о том, что действительно, пока каких-то сильных движений, сильных объемов на нашем рынке не предвидится, впереди лето. Обычно, учитывая, что коррекции, как я говорил, на западных площадках еще не было, а у нас она начнется вместе с ними, и поэтому, наверное, скоро увидим какое-то новое дно. Новое дно. Учитывая, что сейчас май на дворе у нас, да, и знаменитый Sell May Go Away, вот актуален сейчас, нет? Я думаю, что это не актуально. Это, скорее всего, просто по определенным данным. Действительно, в мае часто происходит коррекция. Ну, тем не менее, вполне возможно, она начнется как раз действительно, может, и в мае, ближе к концу мая. Ну, июнь, июль, наверное, продолжится. Покупать, если покупать, сейчас, наверное, в кэше самая лучшая позиция, а покупать, наверное, надо ближе к концу лета или в августе. У нас сейчас-то как раз тоже август, это считается растущим месяцем. Я понял. Ну, и если опять-таки говорить о кэше, ну, понятно, что, да, сейчас, видимо, позиции особых убедительных на российском рынке нет. И говорить о кэше, ну, чтобы он просто не валялся, даже не пылился, может, его как-то активно какое-нибудь ему место... Ну, пожалуйста, есть облигации. Единственное, что облигация, конечно, не 20-го эшелона, а понятно, что, которые дают, там, не знаю, там, 13-ти выше процентов. Ну, обещают, по крайней мере. Да, все-таки выбирать более хорошее качество с меньшей доходностью на хорошее качество. Поэтому вполне возможно, я думаю, что можно выбрать из каких-то хороших облигаций, которыми ничего не случится в случае какого-то кризиса, с 8-ю, 9-ю даже годовыми, и посидеть вот эту коррекцию. А банковские депозиты рассматриваешь ты? Банковские депозиты, ну, если вы физик, то до 700 тысяч стандартно можете разместить, и сюда денег больше раскидать в разные банки, которые дают гарантии страны-государства. Это тоже рассматривается. То есть сейчас не время активной торговли, однозначно, да? Сейчас, я думаю, что не время. Активной торговли на нашем рынке уже очень давно не было. Каких-то больших покупок точно не было. В основном продажи, и то они такие вялотекущие. Тот, кто хотел выйти, уже вышло. Тот, кто хотел купить, сформировать, они тоже это сделали. Поэтому каких-то сильных позиций со стороны нерезидентов, резидентов сейчас не происходит. Хорошо, вернемся к разговору, ну, прежде всего, о динамике российского рубля, ну, и в том числе о динамике на нефтяных, на сырьевых рынках, точнее, да? Вот нефть марки Брент после недавнего снижения все-таки вышла опять выше 100 и сейчас более-менее стабильно. Гильды, с чем это связано, как ты думаешь? И насколько убедительно вот эта стабильность не снизится? Она в ближайшее время опять под 100, а может и ниже. Ну, если вспомнить вообще, как это развивалось, падение, то оно было достаточно стремительное, и тогда мы увидели, что золото одновременно с нефтью провалилось ниже значимых уровней. В дальнейшем, конечно, и золото, и нефть восстанавливались, но говорить о том, что какие-то суперперспективы у российской нефти, у нефти марки Брент, я думаю, нет. Здесь несколько причин. Во-первых, мы видим, что ОПЕК, несмотря на снижение спроса, не снижает уровень добычи. Вопрос остается, насколько он гибок в уровне снижения. И второе все-таки то, что ФРС уже намекает участникам рынка, что пора сворачивать программы стимулирования. Первые намеки появились в протоколе за январь, тогда цены на нефть были 118 долларов за баррель, как мне понятно, не изменяет, и с тех пор они только снижаются. Это связанные вещи, да? Связанные с чем? То, что доллары предложения на рынке будут уменьшаться, соответственно, это будет приводить к удорожанию валют, в котором номинированы товарные контракты. А они, прежде всего, номинированы в долларах США. Я понял. И смотри, вот по поводу Федрезерва, как раз ты заговорил, я думал, чуть позже мы этой темой коснемся. Действительно, да, уже появились даже, по-моему, в печати где-то сведения о том, что Федрезерва рассматривает, да, ну, саму программу, как он будет сворачивать. А количественные смягчения, Миша, ты в какой перспективе видишь, да, по крайней мере, если ориентироваться на статистику Соединенных Штатов Америки, может, на что-то другое, в какой перспективе это может произойти? Я согласен с коллегой, скорее всего, это произойдет, ну, наверное, в ближайший, может быть, до конца года, да, до конца года что-то может быть сделано, потому что вся самая идея Q, это запустить экономический рост, вот этот маховик экономического роста мы видим по последним данным. В экономике США дела налаживаются, тем более они сделали такую замечательную вещь, как пересмотр ВВП, да, внесли туда и добавили туда другие экономические составляющие, поэтому вполне возможно, как раз для того, чтобы бороться с инфляцией, учитывая, что денежные потоки большие, и охладить фондовые рынки, те же американские, какое-то, наверное, будет сокращение. Именно сокращение выкупа облигаций, и, скорее всего, это будет постепенно, но, естественно, что это скажется краткосрочно, негативно, прежде всего, на фондовые рынки США. Ну, то есть, вот и та самая долгожданная коррекция, ну, если она не случится раньше, конечно, да, как раз поводом для нее можно... А, как вы понимаете, все случается раньше, чем происходит сам факт, поэтому, скорее всего, как раз ожидания могут продавать, именно ожидания. Хорошо, еще один момент, мы говорили о сырьевых рынках, и упустил я поговорить с вами о Китае, его статистика, на этой неделе она вышла, к сожалению, она особого оптимизма тоже, наверное, не внушает, может быть, поэтому чуть провалился вот и сырье, и металлы. Гильда, как ты видишь будущее, ближайшее будущее китайской экономики? Ну, будущее достаточно туманное для Китая, связано это с тем, что огромная экономика в мире, она начинает тормозиться, и даже если правильные будут приняты меры со стороны властей, во-первых, тренд не будет сразу сломлен, а во-вторых, эта машина сразу не разгонится вновь до роста ВУП. Слишком большая просто, да? Она слишком большая. И у Китая есть куча других проблем, которые нужно решать, это безудержный рост на рынке недвижимости, а это, в свою очередь, напрямую влияет на цену на металлы, где-то приблизительно 30% идет на Китай, и 30% из этого спроса идет на арматуру и рынок недвижимости. Это большие цифры, с которыми Китай целенаправленно борется. Говорит о том, что для наших металлургов это хорошо? Нет. С точки зрения потребления нефти, ну, здесь тоже нужно задуматься над тем, что если власти Китая ставят перед собой задачу делать общество потребителей, а не производителей, то насколько будет в долгосрочной перспективе ясен прогноз на потребление нефти. Соответственно, наши товарищи китайские будут меньше производить товаров, меньше потреблять энергоресурсов и больше покупать еды, одежды и потребление услуг. И это уже отражается на переносе производства в США, где мы видим стоимость барреля практически на 10 долларов дешевле, чем североморские сорта. И в перспективе, мне кажется, производители будут устремляться туда, где энергоресурсы и себестоимость производства продуктов, она дешевле. А это пока видится на рынке США. Я понял. Миш, по поводу Китая, какие у тебя прогнозы, какие взгляды? Я очень давно, лет, наверное, 6-7 назад говорил, что для меня Китай, это черная американская жертва. Вначале была Япония, потом Китай. То есть американцам нужна определенная страна, где, так как Америка это главный потребитель мировой, им нужна страна, которая им производит и продает дешевые товары. Соответственно, это вначале была Япония. Что осталось в Японии, мы видим. Сейчас это Китай. И, в общем-то, я думаю, что Китай может превратиться в ту же самую, во вторую Японию со своей стагнацией. Поэтому, собственно говоря, если вы посмотрите развитие Японии, там, в 40-х каких-то годов, это очень похоже на развитие Китая. И, собственно, я думаю, что вполне возможно будет выбрана уже третья страна, которая будет производить все тоже дешево для американских потребителей. Поэтому я думаю, что Китай, наверное, ждет не самое завидное будущее, но это все-таки очень долгосрочный такой вот план. Ну, то, о чем говорил Гильды, все-таки это большая машина, и для того, чтобы она замедлилась или ускорилась, должно пройти многое время. А что за третья страна, интересно? Сейчас сложно сказать. Вполне возможно, это будет что-то вроде Вьетнама. Ну, то есть там же, да, в Юго-Озоточной Азии? Да. По некоторым сведениям, Мексику как-то к этому делу сейчас американцы. Ну, мне кажется, Мексику американцы прошли в 80-х-90-х годах. Я помню, у меня еще был компьютер, произведенный Деллом в Мексике. Поэтому, мне кажется, они уже это прошли. Ну, то есть, скорее всего, это опять Юго-Озоточная Азия, да, которая еще не окучена, не охвачена. Где дешевая рапсила, да, где еще можно, соответственно, построить вот эту самую, так называемую, пирамиду для американских потребителей. Я понял, хорошо. Ну, и еще одна тема. Давайте мы ее тогда уже коснемся после новостей. Значит, на этой неделе ВВП публикуются ВВП Еврозоны и ВВП Германии. Это завтра, по-моему, будет, да, в среду. Ну, мы поговорили о неких перспективах в отношении Китая, в отношении Соединенных Штатов Америки, даже в отношении России. Вот, и если не возражаете, уважаемые эксперты, давайте посмотрим традиционно на Европу, потому что все, что происходит там, конечно же, не может, да, не иметь значения для мировой экономики, для российской экономики. И уж тем более, что вот достаточно важные макроэкономические события на этой неделе, и очень может быть, что какую-то динамику, да, может быть, неожиданно хорошей ВВП, или наоборот, ожидаемо плохой, а может быть, много хуже, какую-то динамику добавят. Вот, и в этом случае я хотел бы поговорить еще и о валютном рынке, ну, имеется в виду его мировой составляющей, о Форексе, вот, о пресловутом евро-долларе, который долгое время, уже полтора месяца стоит практически на месте, там, вокруг 1.30 ходит. Вот, что его может с этой точки спихнуть и в какую сторону, да. Вот об этом мы поговорим, поговорим чуть позже сейчас на Финам.ФМ новости, а потом мы продолжим наш эфир. Итак, продолжим. Мы продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы говорим сегодня о том, что новых инвестидей на российском рынке, похоже, не наблюдается, а дивиденды уже отыграны. Ну, и, собственно, продолжим наш разговор в плане взгляда на макроэкономику. Сейчас, наверное, стоит поговорить о Европе, как я уже анонсировал. Еще раз я представлю моих гостей в студии Гильды Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка, и Михаил Молодов, директор Департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Уважаемые слушатели, телефон в студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы сегодняшним гостям. Ну, что ж, еще раз я проанонсирую в преддверии выхода данных по ВВП Еврозоны и Германии, да, какие ожидания Гильды и что, собственно, может там измениться и может ли вообще, на твой взгляд? Ну, я думаю, что вряд ли, что там серьезно изменится. То есть, если посмотреть на те базовые параметры, на которые ориентируется тот же самый открытый комитет по рынку в США, это инфляция, безработица, цены на недвижимость, то здесь, в Европе, мы видим только один фактор, который как-то действует оптимистически, это снижение инфляции. Самое главное, ключевое снижение, это в Германии. По остальным же параметрам мы видим продолжающийся рост или стабильный безработица на исторических максимумах, то же самое Испания. Это продолжающееся падение цен на недвижимость. И мне непонятен тот оптимизм, который мы видели на долговом рынке в еврозоне, когда в греческих бандах, в проблемных странах Южной Европы мы видели снижение доходности и рост аппетита к риску. Ничего в принципе не изменилось, а европейские рынки растут, доходности бандов падают и все вроде бы замечательно. И я думаю, что ничего там хорошего нет, на мой взгляд, мне кажется, косвенно. Драги это подтверждает, говоря о том, что, по сути дела, они готовы еще к большим мерам по стимулированию экономического роста. И еще они готовы даже к техническим мерам, технически готовы к отрицательным процентным ставкам. То есть то, что Фетт начинал в 2008-2009 году, ЕЦБ к этому только подходит. К нулевым процентным ставкам. Да, и причем другая база, как говорят, эффекты низкой базы здесь не получится. Миш, как ты смотришь на еврозону? Да, ну я вам тоже это не раз говорил, что получается так, что действительно никаких способов нет стимулирования. Есть один способ, это накачка деньгами экономику. Как делали всегда американцы, так с некоторым запозданием делает Европа. Европа пыталась пойти по своему пути, но она поняла, что у нее своего пути, соответственно, нету. Это логически. И естественно, что она пошла по пути американского ФРС, когда тоже начинает печатать вот эту кучу денег, снижать ставки до минимума. Поэтому это вполне нормально. И я думаю, что за счет этого экономика Европы она вновь заработает. И думаю, что как раз, на мой взгляд, сейчас рынки как раз и отыгрывают, учитывая, что они у нас торгуют с определенным лагом. Тот самый экономический рост, который будет в Европе, допустим, там уже начнет возрождаться ближе к концу этого года. К концу этого года? К концу этого года, да. А есть еще основания ожидать снижения ставки ЕЦБ? Сейчас 0,5 уже после. Да, вполне возможно. Конечно же, инфляция будет учтена, но мы видим, что инфляция там пока в пределах разумного. И я думаю, что в случае, если экономический рост не будет таким существенным, как ожидает Драги, то я думаю, что снижение, еще одно снижение, оно возможно. Но опять же, это вот в какой-то крайней ситуации. Я думаю, что могут быть использованы другие рычаги, это различные выкупы облигаций, это какая-то поддержка за счет фондов, которые были созданы ЕЦБ. Поэтому сейчас у ЕЦБ уже есть механизмы, которые могут влиять на возрождение экономики. Ну, то есть ты с оптимизмом смотришь, тем не менее, в еврозону, я так правильно понимаю? Я в еврозону сейчас смотрю вот на текущий момент с оптимизмом. Хорошо, тогда о курсе евро к доллару. 1,30 еще раз говорю, да, последние полтора месяца. Ну и с учетом того, что может быть где-то уже близко дно экономической стагнации, рецессии, как будет изменяться евро? Да, ну здесь ситуация интересная. На мой взгляд, вполне возможно, что учитывая, что у нас, опять же я сказал, что может ожидать какая-то коррекция, здесь и произойдет опять уход, ну, то, что мы видели всегда, это покупка доллара, уход от каких-то рисков. Поэтому какая-то краткосрочная коррекция, она может произойти, вполне возможно, что коррекция на 1,25 евро-доллар, такое произойти может, ну, думаю, к концу года. Во-первых, не ниже, да, что главное, не ниже, и потом это будет краткосрочно. Ну, это вот прогноз, если мы берем стандартную коррекцию. Если, конечно же, будет какая-то, что-то произойдет, какой-то коллапс, то, естественно, что это может быть намного ниже. Но пока 1,25, я думаю, это будет вот такая вот хорошая поддержка для этой пары. И в целом, после этого, я думаю, к концу года уже будет выше 1,35. Ильдар, ты по поводу евро-доллара, два слова. Да, ну, здесь, мне кажется, два фактора это будет влиять на эту валютную пару. Это, в первую очередь, дорожающий доллар, как мы ранее сказали, что намеки на сворачивание программ стимулирования, они будут приводить к этому. А второй фактор то, что ЕЦБ может понижать ставки, и это, опять же, будет... Доравит на евро, да? Да. То есть валюта будет идти в разные стороны. Обычно они так и делают, да? Я понял. Значит, немножко мы вернемся с вами в тему, которую обсуждали в предыдущей части. Вот появился вопрос по этой поводу, я его сейчас озвучу. Значит, пишет наш слушатель Иван. Самая дорогая компания в мире, ну, как мы выяснили, да, он имел в виду Apple, видимо, хотя вот Миша правильно... Не Газпром. Не Газпром. Она уже не самая дорогая. Так вот, самая дорогая компания в мире принесла часть своего производства в Штаты. Правительство, Радо и кучу человек получили работу. Будут ли другие корпорации переносить производство, невзирая на дешевую силу? Ну, мне кажется, вот как раз последний тезис, он заставляет многие американские корпорации переносить обратно производство. Имеющийся тезис дешевые рабочие силы. Да. По сути дела, этого уже в Китае нет. Ну да, да, да. Почему, собственно, да, это произошло? Потому что сопоставимые уже затраты на рабочие силы. Да, то есть, учитывая низкую производительность труда в Китае, да, у них зарплата не сопоставима с США, но и производительность там тоже не сопоставима. Ну, на круг получается примерно то же самое. Да, уже на текущий момент затраты на логистику, доставку товара, затраты на энергоресурсы, они уже, по сути дела, сопоставимы. И некоторые компании уже начинают в качестве пилотных проектов задумываться об этом. Ну, тот же самый Apple, о котором мы говорили, он, конечно, не все производство переносит, он переносит только производство ноутбуков Air, которые пользуются большим спросом в североамериканском рынке. И мне кажется, это такая достаточно хорошая сформированная тенденция. И США, власть США будет этому крайне способствовать, потому что это создает новые рабочие места. Миш, ты как видишь эту историю? Да, ну, я совершенно согласен. Не забывайте, это входит в одну из президентских предвыборных программ Обамы. Он говорил, что... Безработица, да? Да, он говорил, что американцам нужны новые рабочие места и нужно уже менять какую-то политику экономическую с вынесением производства за территорию. Поэтому, думаю, что, учитывая, что мы видим еще, пытаются построить сейчас завод, также, если не ошибаюсь, ExxonMobil вместе с Катаром на территории США по экспорту нефти и газа в сторону, опять же, той же Европы, то мы видим, что действительно тренд идет на то, чтобы создавать рабочие места в США. И, учитывая, что этот тренд, он, скорее всего, будет только расти, поэтому, думаю, что как раз это будет отличным таким вот экономическим фундаментом для роста американской экономики. Ну, на этом фоне будут, конечно же, затронуты какие-то процессы в Юго-Восточной Азии, которая сейчас в основном работает на американскую экономику. Поэтому, возможно, какие-то геополитические события, которые нас ждут в ближайшие, там, 10 лет. Нет. Ну, это так завуалировано, а что ты под этим подразумеваешь? Геополитические события. Это обязательно что-то с автоматом наперевес? Это, ну, надо понимать, что, к сожалению, действительно, какие-то смены определенных строев, оно может привести к каким-то кровопролитием. И вполне возможно, тот же Китай, который не устраивается, а американцев, который строй может не совсем устраивать, может привести к какой-то смене парадигмы от того, который есть сейчас. Но это, я говорю, это все сильно долгосрочно, так же, как и создание рабочих мест США. Это все очень долгосрочный процесс, и он будет, я думаю, что идти в ближайшие 10, а то и 20 лет. Да, это дело не одного дня. Ну, а с другой стороны, смотри, это предвыборная программа господина Обамы, но Обама на втором сроке, и, в принципе, он уже все, он уже к этому делу не вернется. — Ну, это, наоборот, говорит о том, что он может действовать агрессивно, без заглядки на то, что ему о чем-то нужно будет задуматься. — Совершенно верно, да, то есть в предыдущий срок он еще, да, так сказать, либеральничал, потому что хотел переизбраться, а сейчас у него, что называется, руки развязаны. Кстати, в этой ситуации, наверное, стоит еще упомянуть, Миша вот говорил, да, о совместном предприятии с Катаром по нефтедобыче и нефтепереработке, да? — Да, и по экспорту, логистика, экспорт — это в ту же Европу. — Стоит, наверное, сюда еще, да, на эту же карту положить то, что активно, да, идут разработки новых месторождений, активная инфраструктура, нефтеперерабатывающая, в Штатах я имею в виду, ну и пресловутая сланцевая революция, вот в эту кучу все это, наверное, да? — Да, действительно, потому что как раз то, что мы видим, что Обама выполняет и еще одно свое предвыборное обещание, то есть это уйти от зависимости от энергоресурсов, и дело для американцев дешевые энергоресурсы. — То, что мы видим сейчас, он получается, что на протяжении вот этих своих сроков он тоже фактически, практически выполнил вот то, что он обещал, и мы видим, что из импортера США уже превращается в экспортера, пока это там Канада. — Ну, я думаю, что в ближайшее время, учитывая, что большие планы у правительства США, это будет уже Европа, того, чтобы уйти в зависимости, опять же, от Востока, от России, и к этому все идет, и именно рельефность США, она позволяет как раз добывать сланцевый газ, сланцевую нефть, допустим, даже Европа себе не может это позволить, из-за лобби природных различных... — Зеленых, да? — Зеленых, да, и плюс все-таки именно рельеф Европы, он не позволяет, не затронув действительно какие-то природные составляющие, реализовать вот эту самую революцию сланцевую. — Я понял. Гильды, сланцевая революция — это реальность все-таки, да? Не миф, это реальность? Как ты думаешь? — Очень много разных просто точек зрения, понимаешь, и в этой студии, в частности, и где-то я читаю в средствах массовой информации, ну, я догадываюсь, что, может быть, те, кто, те, кто слово лоббирует, да, или те, кто представляет интересы наших нефтедобывающих, например, да, компаний, они стараются закрывать глаза, смотреть сквозь пальцы на это, на реалии. — А если быть независимым, как ты считаешь, вообще, это реальность сланцевой революции? — Да мне кажется, реальность, она была еще в 70-х годах, когда ее придумали русские ученые. То есть, и то, что эти технологии пошли на вооружение, были приняты, ну, любая технология, она на начальной стадии, она нерентабельна, убыточна, и это какое-то там увлечение каких-то определенных энтузиастов. Как это было в конце 80-х, когда американские компании занялись серьезно, но это были, правда, маленькие газовые компании, всем этим бизнесом. Но со временем и с ростом объемов все технологии начинают удешевляться, и мы увидим, что в итоге это окажется не только североамериканской мифом, но и плачевной действительностью для России. — Да, но пока такие перспективы. — Я понял, плачевная действительность, это плохо, конечно. Мы сейчас еще раз прервемся с вами, послушаем новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, последняя часть его. Мы говорим сегодня о поиске инвест-идей на российском рынке, в частности. И в гостях у меня, еще раз я представлю, Гильды Саюнов, старший аналитик Альфа-Банка, Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Итак, вернемся, уважаемые гости, на грешную нашу российскую землю. К сожалению, вот такие негативные ожидания озвучил только что Гильды в связи с пресловутой сланцевой революцией. Кто-то все-таки в нее верит, кто-то по-прежнему закрывает на нее глаза. Но, наверное, это неправильно, да, Миш? Это неправильно, надо идти с современной тенденцией, которая сейчас есть. То, что есть, не нужно противоречить того, что этого нет. Это действительно происходит, и это уже работает, поэтому нужно просто смириться и попытаться сделать так, чтобы войти в эту же тенденцию, как мода. Есть такая мода, не нужно ходить там в калошах, поменяйте, идите вместе с модой. В калошах, кстати, неплохая была, но не мода, по крайней мере, очень практично было, да, по крайней мере, туфли. Да, еще лапти жили тоже очень практично и дешево. Туфли жили дольше. А, кстати, если говорить вот о том, что хорошо, мы признаем, да, что это реальность, что действительно так, и вот с ученым того, о чем говорил Гильды, да, скоро Штаты на мировом рынке, да, станут конкурентоспособными и, собственно, будут говорить свое веское «я», это, естественно, прежде всего, да. Ну, не прежде всего, но, тем не менее, это во многом окажет влияние на отечественных производителей сырья. Как с этим бороться-то? Как с этим бороться? Нет, с этим бороться, на самом деле, не надо. Просто надо развивать технологии внутри страны. Зачем с этим бороться? Не надо бороться с тем, что мир движется вперед. Надо просто двигаться наравне. Вместе с ним, да? Да, наравне, развивать технологии внутри страны. Но если мы сырье зависимое, как я всегда говорил, но если мы уже сырье зависимая страна, давайте развивать технологии, связанные с сырьем. Да, то есть из этого по максимуму надо, да, в конце концов? Естественно, потому что Ну не сможем мы сделать свой Apple, уже пытались И что с этим получилось Надо уж и те, раз мы Действительно страна, которая производит сырье Давайте его перерабатывать Давайте какие-то технологии Новые переработки создадим Есть зачем задуматься И куда стремиться Просто пока мы, к сожалению Все говорим, что у них ничего не получится И сами ничего не делаем Это тупик Это не выход из положения Чтобы стать конкурентоспособным на этом рынке В нынешних реалиях гильды Как ты думаешь, какие движения Должны происходить? Мне кажется, в первую очередь не надо было доводить Уровень цен до таких Высот, при которых Потребитель задумывается об альтернативных Источниках Это основная, на мой взгляд, причина Почему в Европе В маленькой, казалось бы, Европе Задумались у сланцевых Сланцевой добычи И почему они... Подожди, а что значит не доводить? Это рукотворные какие-то вещи? Не доводить? Ну, представьте У вас был какой-то определенный Практически квазимонопольный игрок На европейском рынке Который экспортирует По фиксированным Долгосрочным контрактам Которые мало привязаны К текущим рыночным реалиям Или экономической стагнации И это вынуждает потребителей сырья Искать Какие-то альтернативные предложения Они готовы искать у себя даже под домом Сланцевый газ Лишь бы как-то Снизить зависимость от данного игрока Ну, что мы видели В ряде восточноевропейских стран Да, у них это не получилось Это связано, как ранее было заявлено С географией Но это не значит, что Сланцевый газ в жиженом виде Не придет из североамериканских Наливных терминалов Что нам делать? Ну, с одной стороны Да, нужно удешевлять производство Как-то следить за издержками Может быть, как-то Изменить налоговое законодательство В сфере добычи полезных ископаемых Стимулировать добычу Либо на шельфе Либо как-то это сделать сбалансировано Но, с другой стороны Долгосрочная стратегическая программа Может привести В данном случае К голландской болезни Негативная конъюнктура на рынке Ведет нас в штопор И все Мы будем привязаны Вся наша экономика Будет привязана К котировкам Которые определяются Совершенно не в нашей стране Мне кажется Это достаточно рискованно Да, мы То есть диверсифицироваться Все равно нужно Несмотря на то, что Вот Миша говорил Уж если дал нам бог Что называется А разве сейчас не так? Катя, хочется спросить Не, ну Понимаете Сейчас у нас пока еще Какой-то есть потенциал Взять Скочить с нефтяной иглы Давайте что-нибудь там развивать Что-нибудь Окей, мы не умеем делать Эппл Эппл Поэтому На мой взгляд Нужно что-то делать Попытки были Конечно Предпринятые Всякие Нанотехнологии Сколковые И так далее Но все Миша заулыбался Чем это закончилось Да, но Ну Любой проект Нужно Доводить До Какого-то Реализуемого Прибыльного Проекта Пока мы видим Ну не совсем Ту ситуацию Мы что-то Мы Делаем Какие-то правильные акценты Расставляем Но мы не доходим До желаемого Результата На мой взгляд Я понял Я понял Хорошо И вновь вернемся На российский рынок Все-таки Извините Уж Уважаемые гости Дивидендные истории Отыграны А новых инвестидей Нет Нет ли Миша Или все-таки Где-то они Где-то они есть Может надо где-то Покопаться Что-то такое Порыть Я бы сказал так Сейчас их пока нет Но они могут появиться Могут появиться С введением Закона Для госпредприятий В дивидендной политике Так как попытки были Допустим На этот год Вести определенные Ограничения по дивидендам В сторону повышения Они Но они дали более-менее Положительный результат Если сейчас будет введено Это вот Как предлагает Если уж По-моему правительство 25 по МСФУ От чистой прибыли Или 35 по РСБУ Это приведет Действительно К Ну К существенному потенциалу Росту в некоторых акциях Потому что Надо Посмотреть Что если Это произойдет То допустим Та же дивидендная доходность По Газпром Она будет порядка Там Даже больше 10 процентов Если я не ошибаюсь Тоже Транснефти У нее тоже будет Очень высокая доходность Тоже по-моему Больше 10 процентов Годовых Извините Это просто Потрясающая Дивидендная доходность И как раз Вот именно на это Могут Не резиденты И пойти Покупая Потому что Им нравятся Дивидендные Дивидендные Компании Дивидендные акции Другой вопрос Что Когда вводится Какой-то закон Находятся Какие-то Анти Дела Да Вот тут же Газпром Вспомним Что все ждали Тоже высоких дивидендов И что получили В два раза меньше Минимум В два раза меньше Из-за того Что Газпром Выплатил дивиденды Только по головной Компании И собственно говоря Оказалось В два с чем-то Раза меньше Чем он выплатил По холдингу Поэтому Если действительно Все это будет введено И это будет Работать То я думаю Что вот как раз Вот это и есть Какая-то идея На среднесрочную Перспективу Будут покупать Акции Как раз уже Государственные Которые Все продавали Для того Чтобы получить Хороший дивиденд Кстати вот Да Практически Ты вторишь Гильды Которая говорила Что мы начинаем Хорошие какие-то вещи Придумываем Но не доводим до конца И вот идеи Как раз связаны С тем Что ты озвучил От слов к делу А у нас От слов к словам И так далее А потом и забыли Слова-слова-слова А потом все это Растворилось как-то В пространстве Гильды Да какие-то идеи Ну помимо того О чем говорил сейчас Миша Видишь на российском рынке В ближайшей Какой-то перспективе Или все-таки Лучше Воздержаться От активной торговли Как мы говорили В начале программы Ну я на самом деле Воздержался бы От активной торговли Но если уж хотите Прям вот Побаловать Какими-то спекулятивными Движениями На мой взгляд Ну можно посмотреть Акции Электросетевых компаний Они демонстрируют Огромную волатильность В среднем бумаги Упали где-то на 30-40% С начала года Но это им не мешает К примеру В конце апреля Они выросли За неделю На 20% То есть Ну такие вещи Можно Найти на рынке И ловить Эти Большие движения Но я бы Конечно Это больше для спекулянтов Все-таки наверное Да Но если мы хотим Сохранить деньги И Спокойно отдохнуть И провести лето Без Какого-то волнения Перед торговым терминалом То на мой взгляд Это лучше положить В валютный депозит В валютный именно Да Доллары Миша Ты как на депозит Смотришь Я говорил Что на депозит Я смотрю Очень положительно Главное Чтобы опять Не поменяли Правила игры Потому что Я уже слышал Что хотят Депозит Страховую часть Увеличить до миллиона Но при этом Выплаты В случае чего Случится С данным Банком Они уже будут Не 100% А что-то там меньше Поэтому хотелось бы Понимать Что не будут Меняться правила Игры Поэтому на депозит Я смотрю Положительно И согласен С коллегой Действительно Наверное Летом Все-таки Нужно Его дождаться В какой-нибудь валюте На мой взгляд Лучше в долларе Да и отдохнуть Доллар Наверное В большей степени Не потому что Хорошая доходность По депозиту А просто Это как бы Надежнее Неких Неожиданных событий Это и доход И защита Это защита Ну и давайте Немножко осталось времени Вот Иван Все же Настаивает Вопрос прислал И это будет Таким Заключительным Заключительным Этапом Сегодняшней программы Иван спрашивает Можем ли мы Стать вторым Китаем У нас дешевая Рабочая сила По сравнению С другими странами У нас есть запасы Всех необходимых ресурсов Что мешает Стать нам страной Не только Экспортирующие Природные богатства Но и экспортировать То что людям нужно Построить Такие же заводы Как Apple Ну на мой взгляд Исторический ракурс Такой что Мы могли бы Стать вторым Китаем Сразу после распада Советского Союза Да Мы были действительно Низкооплачиваемые То есть не было игрока Просто такого Как Китай На тот момент Еще Мы могли бы Его место просто занять Да Мы могли спокойно Занять место У нас даже были Кстати Гораздо лучше Перспективы Потому что У нас Рабочая сила Гораздо более Коврифицированная На тот момент Была Чем Чем у Китая По уровню стоимости Примерно такая же Да По уровню стоимости Но сейчас Покажите мне Русского человека Который будет работать За 150 долларов В месяц При этом Мы не говорим Про госслужбу Мы говорим Про ту службу У китайцев Где они спят В нечеловеческих условиях Работают По 12 часов Сутки И Просто Непонятно В каких условиях То есть Здесь Мне кажется Пока об этом Стоит только мечтать И Мы видим Что Класс Низкооплачиваемой Рабочей силой В России Он не заменяется Те же самыми Коренными русскими жителями Это Тот же самый труд И Средней Азии Поэтому Я думаю Что вряд ли Мы В ближайшее время Станем заменой Китая Миш Я полностью согласен Как сказал Герой одного рекламы Это фантастика Именно Это фантастика Так произойдет Россия Производитель Труда Крайне низкий И Тогда нужно Просто менять Все население На население Другой страны Тогда Что-то произойдет Да я понял Спасибо Я честно говоря Иван Вот тоже хотел бы ответить Не буду я Подробности даваться Эксперты собственно Все ответили Мне кажется Ну это Такой уже Пафосный немножко Ответ Мне кажется Нам не нужно Стать вторым Китаем Хотелось бы стать Первой России Вот первой Причем И в Так сказать Энциклопедическом смысле слова И первой В смысле того Что мы же не Китай И не другая страна Мы Россия Ладно Друзья мои Спасибо вам огромное За то что нашли время Гильды Саюнов Михаил Молодов Сегодня мы говорили о том Как ситуация Складывается на российском рынке Ну собственно Перспективы всегда есть Дай бог Чтобы Они были видны Спасибо за внимание Уважаемые слушатели Всего хорошего Успехов на рынке